Стая из семи бродячих собак облюбовала территорию военкомата для послеобеденного отдыха. В течение нескольких недель животные периодически приходят на улицу Сосина, ходят вокруг здания, дерутся. Сотрудники военкомата боятся выйти на улицу. К тому же сейчас идет призывная кампания, количество посетителей увеличилось. Чтобы не подвергать их здоровью рискам, руководство военкомата обратилось в администрацию с просьбой отловить собак. В администрации нам сказали, что на данный момент нет организации в Сарове, кто занимается отловом собак. И будет в ближайшее время у них совещание, где они будут принимать какие-то меры по отлову животных. Жертвами нападения бродячих собак ежегодно становятся сотни тысяч человек. Примерно треть от этого количества – дети. Половине этих людей потом нужно специфическое лечение с использованием антирабической вакцины. В администрации мне сказали, что данная территория военного комиссариата не принадлежит к администрации. И они не пойдут отлавливать на чужую территорию. Только под договором за забором городской парк. Сейчас эти собачки полежат здесь и пойдут в парк. Там гуляют дети. Кто и когда они уже кого-то покусают, будет поздно. Эта стая не единственная в городе. Жители регулярно обращаются в департамент городского хозяйства с просьбами отловить бездомных собак то в районе улицы Силкино, то на проспекте Музруково. 20 мая 2020 года на портале госзакупок была размещена заявка администрации Сарова на оказание услуг в части отлова содержания животных на территории города. Но аукцион не состоялся. В администрации нам пояснили, что будет заключен прямой договор с одной из организаций. И в конце июня в течение нескольких дней собак будут отлавливать в тех местах, о которых сообщали жителям.